Угловой. Хави. Барселона, как и положено, поддавила и забила сразу же. Мощно и в центре. Педро не отразил. Если один раз его отразили, то дважды еще никто Педро не отражал. На третьей минуте встречи позволили пробить, два позволили пробить. Единственный фактически человек, который в составе Барселоны действительно очень опасен. Наверное, это не совсем корректно говорить, но тот, кто действительно опасен при угловых, тот, от кого ждут подключения, учитывая, что пуёль-то нет, он и подключился в пике, после чего неудачный. Иньеста. Пробить отсюда можно, а еще лучше сделать передачу. Месси, 2-0. Это был гениальный, 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 только не Месси. Месси был молодец, а гениальный Иньеста, который нам сейчас показывает свой гениальный затылок. Ничего не смог сделать. Посмотрите, какой пас. Причем все поверили, что будет. И я, честно говоря, поскольку Месси не видел, тут не на стадионе, а на мониторе, я был уверен, что Иньеста будет бить. Разрезал, да нет, даже не разрезал. Знаете, режут лапшу, когда тесто на домашнюю лапшу. Вот примерно так же сделал Иньеста. Ну и дальше Месси, как и положено, большому мастеру. Да, с правой ноги. Да, тянулся к мячу. Иньеста, какую, правда, не говорят. Вроде как это тайна, причем Шейхи предлагали Бьелсе. Дождемся, чем дело закончится. Удар, 3-0. Да, это уже какая-то паэля полная, потому что ни шанса у Атлетика нет, ну а Барселона продолжает просто над соперником. Посмотрите. Изумительный по точности удар. Видимо, Месси научился.